здравствуйте рукодельницы привет из оренбурга вы на канале ласкута мания и с вами я марина сегодня я готовлюсь к пошиву постельного белья вспоминаю машинные швы для того чтобы сшить постельное белье и вот хочу показать вам вот первый шов самый самый простой это подрубочный вот смотрите мы складываем два раза по сантиметру и прошиваем вот я сейчас показываю как нужно делать уголочек этим швом мы подрубаем простынь ну и наволочку вот не доходя до уголка мы подгибаем и и вторую сторону также на сантиметр и еще раз на сантиметр на иголочке поворачиваем изделие и продолжаем свою работу вот посмотрите очень аккуратненько получается вот вот и все вот и вся хитрость под прошили и еще раз прошили все вот смотрите все аккуратненько 1 и 2 вот с лицевой стороны как получается так второй шов у нас выворотный таким швом мы прошиваем под одеяльники и наволочки вот мы складываем как бы два лоскутика изнанка к изнанке и прошиваем на ширину ламки лапки шовчик ну так же этот шов используется и в шитье вот изделий это как бы обработка шва вот если у кого-то нет и оверлака или зигзага вот вот этим швом очень удобно обрабатывать швы вот смотрите мы вот так аккуратненько пальчиками отгибаем и заворачиваем на лицо то есть складываем как бы вот эти две детали лицо к лицу и прошиваем но вот здесь вот есть тонкость надо как бы пальчиками вот ощущать где вот это вот эти концы ткани чтобы у нас вот ткань на лицо вот это бахромушечки не вылазили вот сейчас вот посмотрим как мы прошили правильно или нет вот видите вот шовчик обработан так вот разворачиваем на лицо нет все нормальненько вот смотрите вот отглаживаем потом выворачиваем это все вот у нас и получается выворотный шов вот это вот классический прием вот вот смотрите он очень крепкий надежный и и никаких бахромушек нигде не видно вот вот посмотрите вот сейчас я показываю вам второй способ как сделать выворотный шов вот смотрите мы также берем две ткани складываем изнанка к изнанке но одну выдвигаем где-то на пол сантиметра и загибаем ее вот и прошиваем вот смотрите аккуратненько загибаем и прошиваем прям отступив припуск лапки все прокладываем шовчик вот этот шовчик он конечно более надежный мы уже видите мы уже закрыли шов уже срез мы все закрыли срезы вот вот видите вот и теперь также складываем лицо к лицу и вот и прокладываем шов но это же такой же как бы двойной выворотный шов вот пальчиком вот так вот смотрим где где этот шовчик кончается вот на его видно через ткань вот его видно и прокладываем шов вот и все никаких здесь больших премудрости нет но эти швы надо знать вот смотрите вот я вам показываю здесь уже конечно все у нас все у нас надежные чистое здесь ничего листи не может потому что мы первым швом все срезы открытые за уже закрыли как бы вот но он немножечко поплотнее вот этот шовчик первый вариант он более нежный ну как бы там всего две ткани а здесь у нас уже три три сложения но тем не менее можно пользоваться и таким и таким вариантом это уже вам решать так и теперь мы будем делать третий шов запашивочный это так когда две ткани соединяются плоско вот мы берем как бы вот два лоскутика складываем лицо к лицу и один шовчик один вернее лоскутик выдвигаем на полсантиметра больше и прокладываем шов это вот классический запашивочный шов вот мы как бы соединяем две две ткани два лоскута вот этот шов очень пригодится потому что вот не ткани магнатекс пришли вот мне надо вот этот запашивочный шов очень будет нужны вот я хочу шить постельное белье и там кое-где не хватает длины и вот так я буду складывать потом мы раскрываем вот эти наши лоскуты и вот этот что мы оставляли больше ткань подгибаем и еще раз подгибаем вот таким вот образом то есть как бы получаем плоский шов запашивочный вот аккуратненько вот так вот потом отступаем от иголочки заворачиваем эту ткань и прошиваем вот вот не надо вот здесь около лапки вот это вот крутить а надо отступать но хотя бы сантиметров 10-15 от лапки вот так же заворачиваем проглаживаем как бы пальчиками не все и аккуратно прошиваем и вот он и в две ткани таким образом у нас соединяются но это надежный очень надежный шов вот смотрите вот 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 с лица вот так вот это выглядит а на изнаночке два шовчика ну вот просто прелесть это первый вариант классический сейчас я вам покажу еще один вариант вот смотрите также мы складываем загин уже сразу загинаем на а ткань на ткань и прокладываем шов вот по загибки вот смотрите вот тем самым мы прошиваем две ткани и у нас уже срезы тоже как бы обработаны вот этот вариант мне очень нравится и обычно я шью вот именно вот этим вторым вот смотрите и уже не надо нам вот мы когда развернули мы просто отогнули вот этот наш наш по подгибочку эту нашу вот на сторону на чистовую как бы и все и прокладываем шов и прокладываем шов уже здесь не надо нам подгинать ручную уже все все сделано вот видите очень просто но но надежно вот прекрасный шов для соединения двух тканей именно он для постельного белья идеально подходит и вот будет третий еще вариант за пошивочного шва но это уже он состоит из трех швов и обычно делает это не на постельном белье а вот знаете когда тонкие шифоновые ткани шелковые ткани вот когда нужно соединить вот мы загинаем на лицо но где-то пол сантиметра и прошиваем прошиваем вот смотрите вот это первый шов так теперь мы берем вторую ткань которую нужно соединить и как бы ну подкладываем вот под этот шов подкладываем эту ткань то есть мы складываем лицо к лицу лицо к лицу складываем сейчас аккуратненько отрежу неровный здесь был краешек посмотрите как бы подкладываем вторую ткань к этому шву прям близко близко и прокладываем шов это второй шов у нас в нашем вот в этом в третьем варианте вот и теперь мы разворачиваем эти две ткани ну вот смотрите и прокладываем уже шовчик это вот лица это на изнаночке вот так отворачиваем на лице ну как бы на чистую сторону и прошиваем но там уже есть шов и прям по этому шву еще раз прошиваем вот и у нас вот это за пошивочный шов с как бы состоит из трех швов подготовки но он тоже имеет место быть вот смотрите вот он такой же соединяю соединяющий шов вот прекрасно все аккуратно сделано третий вариант за пошивочного шва так что вот девочки выбирайте как к вам удобно каким методом вам удобно шить вот я вам показала все три шва которые нужно знать для пошива постельного белья сейчас я вот сажусь за машиночку и начинаю шить постельное белье я вам покажу в следующем видео ну что я нашила вот смотрите это выворотные вот швы я показываю которые вот мы шили с вами вот и последний подрубочный вот он тоже нужен самый простой так что моя хорошая оставайтесь со мной кто не подписался пожалуйста подпишитесь оставляйте комментарии ставьте лайки встретимся теперь в среду будем шить постельное белье пока пока